Фестиваль «Хрустальный петушок» проводится на курорте в восьмой раз. Он стал одной из составляющих в жизни многих детей с инвалидностью. Воспитанники Сочинского реабилитационного центра «Виктория», школы-интерната, музыкальной и школы искусств с нетерпением ждут его начала каждый год, чтобы вновь показать свои достижения широкой публике. В третий год подряд участие в фестивале принимает их «Хрустальная девочка» Гера Арестова пением. Она увлеклась не так давно, но уверенно стремится к поставленной цели – стать артисткой. В этом году к ней присоединилась племянница Ангелина Ясагашвили. Фестиваль для девочек – не только очередная возможность выйти на сцену, но и вдохновить зрителей и самим получить приятные эмоции. В моей карьере он не был стартовым, я уже выступала на сцене до этого, но он мне уже очень дорог, потому что этот фестиваль, ну, тут дети, много людей, детей, и вот смотреть, как люди развиваются на сцене, как это воодушевляет, это очень вдохновляет. Для детей участие в фестивале действительно становится возможностью не только показать всем свои вокальные и танцевальные таланты, но и выступить на одной сцене с родителями и найти новых друзей. Кроме того, все участники получают приятные сюрпризы от организации «Лига женщин МОЗ Добра», «Соцзащиты» и районной администрации. У нас тоже в этом году будут такие и подарки необычные, и в районах, и общие потом. Не буду разглашать тайну. И я думаю, городское будет такое большое мероприятие, потому что к нам едет очень много и медийных людей, и артистов, которые хотят участвовать в наших праздниках. Поэтому я думаю, что для деток это просто счастливый день. В отборочном туре Центрального района приняли участие 60 детей, среди них 14 дебютантов. 30 октября районный тур пройдет в Адлере, затем жюри просмотрят выступления конкурсантов в Лазаревском и Хосте. Ну а финалисты районных этапов традиционно выступят перед жителями и гостями курорта в рамках празднования Дня города 18 ноября. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.